Здравствуй, школа! Праздник с таким названием накануне 1 сентября проходит практически в каждом микрорайоне, но такого мы еще не видели. Герои нашего следующего сюжета ТОС ДКЖ свое мероприятие решил посвятить теме безопасности. Каждый малыш, который принимает участие в конкурсах, получит важный и нужный подарок – светоотражающий грелок. ТОС ДКЖ. Председатель Яна Барабаш. Хэштег «Патриотическое воспитание». Адрес – город Пермь, улица Локомотивная, 8. Телефон – 8902-638-3513. Чтобы вас всегда было видно, вы всегда были заметны для водителя. Вот такие вот вам подарки. Вот теперь можно смело отправлять ребят учиться. Светоотражатели сегодня обязательный элемент детской одежды. О том, что подобный брелок – это не просто игрушка, школьникам рассказывают сотрудники ГИБДД. Их в гости к местной детворе пригласили общественники, чтобы провести эстафету и еще раз напомнить о правилах поведения на дороге. В таком формате наше мероприятие проводится первый раз. В предыдущие годы мы ограничивались только спортивными мероприятиями и развлечением. А сейчас мы решили включить еще элемент, скажем так, обучения. То есть впереди школы. Нужно детей уже подготавливать к тому, что есть светофоры, что есть автомобили, что скоро будет темно. Идея появилась не случайно. 12 лет назад в микрорайоне был организован детский военно-спортивный клуб «Гром». Сегодня громовцы занимаются при ТОСе ДКЖ и объединяют школьников со всей округи. Цель данного мероприятия – это развлекательно-профилактическая. Так как наступает учебный год, и каждый из ребят немножко, наверное, где-то расслабился. И поэтому по вопросу безопасности все-таки вы должны выходить на первое место. Ну и еще один момент. Конечно, среди этих ребят мы можем выделить тех и пригласить к нам в клуб. Пускай приходят, занимаются и дальше свою активную жизненную позицию утверждают. А это урок безопасности от Российского союза спасателей. Совет самоуправления микрорайона ДКЖ уже давно занимается патриотическим воспитанием молодежи. С каждым учебным годом число юных патриотов растет. Здесь у ребят есть возможность пообщаться с профессионалами. Это аварийный специальный инструмент, который предназначен для помощи излечения людей из-под завалов, из автомобилей, которые потерпели аварию, и потерпевшие там находятся в зажатом состоянии, то есть для того, чтобы срезать крышу. Школьникам мы показывали, как это оборудование работает. Надеюсь, что в будущем когда-нибудь кто-нибудь из них выберет профессию спасателя. Аппарат, который позволяет находиться в непригодных для органов дыхания среде, надевается легко, как школьный портфель, а вот научиться дышать в маске не так-то просто. Тяжело? Как дышится? Хорошо дышится? Ну, нормально так дышится, тяжело. Было очень интересно. Я скажу одним словом, супер. Я катался на велике. Такая работа не остается без внимания. Подобные идеи всегда получают поддержку администрации Перми, потому что все мероприятия объединяют людей. За короткое время ребятам из соседних дворов удалось познакомиться и подружиться. А это самое главное. Именно из таких моментов и складываются добрососедские отношения. Да и в школу теперь можно ходить вместе. Большинство малышей с грустью признают, что лето уже закончилось и скоро в школу. А вот ребята, о которых мы сейчас расскажем наоборот, свой первый учебный день ждут с нетерпением. Герои нашего следующего сюжета выступают за равные возможности, ведь право учиться есть у каждого ребенка вне зависимости от его состояния здоровья. Именно поэтому общественники Кировского района решили поддержать своих первоклассников. Кировская районная организация Пермской краевой организации Всероссийского общества инвалидов. Руководитель Ольга Тимофеева. Хэштег равные возможности. Адрес город Пермь, улица Шишкина, 3. Телефон 282-76-66. Мы сперва пойдем направо. Раз, два, три. А теперь пойдем налево. Раз, два, три. А теперь мы соберемся. Раз, два, три. А теперь с тобой зайдемся. Раз, два, три. Ручками по голове. Это история о том, как социально значимый проект превратился в традицию. Пять лет назад наши герои выступили с инициативой. Они предложили поздравлять с началом учебного года ребят с ограниченными возможностями здоровья. Эта идея была признана одной из лучших в Кировском районе и получила поддержку районной администрации. Теперь общество инвалидов, которое возглавляет Ольга Тимофеева, накануне 1 сентября отчествует своих первоклассников. Все эти мальчишки и девчонки пришли сюда по приглашению. Впервые. Вообще вот эти все ребята, они не наши. Вот, как говорится, что мы нашли списки вот эти через школы. Мы хотим привлечь их, чтобы они вступили в наше общество. Потому что они читают в основном это все в газетах. Нам хотелось бы, чтобы они так же добивались какой-то цели. Чтобы они не отделялись, не сидели дома. И было взаимопонимание какое-то. То есть они приходили со своими идеями, мы со своими. То есть у нас было все взаимосвязано. У общества инвалидов Кировского района множество задач. В первую очередь они занимаются защитой прав детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья. И проводят консультации населения по вопросам социального обеспечения. Вот и сегодня специально для родителей общественники пригласили экспертов. Представителей пенсионного фонда, отдела соцзащиты, реабилитационного центра, психолога и даже директора школы номер 155. Куда в этом году отправится большинство ребят. Праздник нам очень понравился. Было все здорово, все весело, организовано. Были специалисты соцзащиты. Мы задавали вопросы, ответы нас устроили. Будете сюда еще раз приходить? Обязательно, обязательно. Мы даже запишемся. Мероприятий таких побольше для таких детей. Все очень хорошо прошло. Первый раз и буду, наверное, находить часть, если будут приглашать. Так все отлично, молодцы. Еще пока, допустим, плотного знакомства не произошло, но я считаю, мероприятие надо продолжать и повторять. Здорово. Для малышей это возможность познакомиться и приобрести новых друзей. На сегодняшний день в обществе инвалидов Кировского района 55 детей разного возраста. Многие, закончив школу, продолжают приходить в гости на праздничные мероприятия. Тем более, что помимо детского сектора, здесь активную работу ведет молодежное объединение. Ура! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!